Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Кукин. Я старший научный сотрудник Государственного центрального музея современной истории России. И сегодня я познакомлю вас с нашим музеем в рамках проекта «Музеймания». Государственный центральный музей современной истории России – один из крупнейших музеев по новейшей истории страны. Экспозиция музея охватывает все основные этапы развития России с середины XIX века до сегодняшнего дня. Первый зал экспозиции посвящен великим реформам Александра II – эпохе масштабных преобразований в политической, общественной и экономической жизни страны. Важнейшей реформой правления Александра стала крестьянская реформа. В зале представлен манифест об освобождении крестьян от крепостной зависимости, подписанный 19 февраля 1861 года. Вслед за крестьянской реформой последовали и другие – судебная, земская, военная. Реформы вызвали небывалое оживление общественной жизни страны. Уже в 1860-е годы зародились первые революционные организации, кружки, появилось народническое движение. Организация «Народная воля» встала на путь непримиримой борьбы с самодержавием. В зале экспонируется копия бомбы, изготовленной бывшим народовольцем Прибылевым, по специальному заказу Музея революции. Подобной бомбой был смертельно ранен император Александр II 1 марта 1881 года. Время правления императора Александра III связано с активным развитием промышленности в России, внедрением в повседневную хозяйственную жизнь технических новшеств. В зале экспонируется мобильный паровой двигатель конца XIX века под названием «Локомобиль». Подобные двигатели применялись для выполнения различных работ в сельском хозяйстве. Отмена крепостного права, великие реформы, рост научно-технического прогресса – все это способствовало и росту просвещения в России, развитию наук и искусств. В экспозиции представлен бюст выдающегося русского ученого, физиолога, академика Ивана Петровича Павлова, автора учения о высшей нервной деятельности. В 1904 году Павлову, первому среди российских ученых, была присуждена Нобелевская премия за исследования в области физиологии пищеварения. В конце 1920-х годов Павлов приехал в Нью-Йорк, где проживал знаменитый скульптор Каненков. В течение нескольких сеансов Павлов позировал Каненкову в его мастерской. В залах музея также представлены экспонаты, связанные с географическими исследованиями российских ученых в рубеже 19-20 веков. Эти экспонаты были привезены из экспедиций, породившихся русским географическим обществом для изучения отдаленных регионов страны. Среди этих экспонатов дорожный ящик ученого-геолога с образцами уральских минералов и зуб якутского мамонта, датируемый IV тысячелетиям до н.э. Здание, в котором сейчас расположен наш музей, является архитектурным памятником русского классицизма. В 1831 году здесь разместился Московский английский клуб – самое знаменитое дворянское собрание Москвы. В различное время в клубе состояли поэты Пушкин и Грибоедов, писатель Лев Толстой, баснописец Крылов, военачальники русской армии, генералы Багратион, Кутузов и Скобелев, историк Карамзин. Данная комната сохранила свой облик с начала XIX века. Росписи на потолке выполнены в особой технике – гризаль, имитирующей лепнину. Гризаль была популярным и модным явлением в архитектуре XVIII-XIX веков. В этом зале располагалась газетная комната. Здесь размещалась библиотека – предмет гордости Московского английского клуба. В книжном шкафу представлены книги из клубного собрания, справочники, энциклопедии, книги по истории и философии. Всего клубная библиотека насчитывала более 5000 томов и считалась одной из лучших в России. В газетной комнате не допускались громкие разговоры и карточная игра. Сюда не подавались еда и напитки. Экспозиция данного зала повествует о событиях Первой Российской революции 1905-1907 годов. В центре зала расположена скульптура «Булыжник орудия пролетариата» работы Ивана Дмитриевича Шадра, ставшей символом революционной борьбы рабочего класса. Кульминационным событием Первой Российской революции стало вооруженное восстание в Москве декабря 1905 года. На улицах Малой столицы развернулись ожесточенные бои рабочих дружин и царских войск. В витрине экспонируются оболочки самодельных бомб, так называемые македонские шары, использовавшиеся рабочими дружинами, а также осколки разрывных снарядов, получивших название «декабрьские пряники». 28 июля 1914 года началась Первая мировая война. Самая масштабная на тот момент война в истории человечества. Совместно с Францией и Великобританией Российская империя вошла в военный союз «Антанта» в переводе с французского «Согласие». В экспозиции представлено артиллерийское орудие нового типа — миномет, произведенный в Петрограде на Путиловском заводе. В Первую мировую войну впервые были применены принципиально новые методы вооружения — подводные лодки, отравляющие газы, танки и самолеты. В экспозиции представлена форма русского летчика и модель первого в истории России четырехмоторного бомбардировщика Илья Муромец. В данном зале представлена коллекция подарков, преподнесенных советским лидером и правительством СССР. Основу коллекции составляют подарки, преподнесенные Иосифу Сталину по случаю его 70-летия от общественных организаций, трудовых коллективов, частных лиц из Советского Союза и зарубежных стран. Данные экспонаты составляют лишь малую часть музейной коллекции, содержащей подарки из более чем 40 стран мира различных стилей и эпох. Одним из наиболее интересных экспонатов, представленных в зале, является настольное украшение дворцового стиля из Китайской Народной Республики, так называемый «рок тысячи рисунков». Он сделан из солоновьего бивня, покрытого ажурной резьбой из драконов в небесных облаках. В витрине также представлен письменный прибор, пресс-папье, чернильница, две перьевые ручки. Они вышиты бисером белого, золотистого и зеленого цветов. Это подарок Сталину на 70-летие от советской художницы-самоучки Пелагеи Семеновой. Пелагея была инвалидом детства, родившейся без кистей обеих рук. Данную вышивку она сделала пальцами ног. 12 апреля 1961 года первый космический полет в истории совершил советский летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. Началась эпоха освоения космического пространства. Надо мной находится модель космического корабля «Восток-1». Рядом в витрине шинель первого советского космонавта. Халат московского студента-медика, украшенный гордой надписью «Космос наш», напоминает об атмосфере всеобщего ликования, царившей в тот день на улицах Москвы. Ниже в витрине — чучело собаки-козявки, совершившей ранее в 1956 году два успешных экспериментальных полета в верхние слои атмосферы. В 1954 году началась масштабная кампания по освоению целинных и залежных земель Сибири и Казахстана. В витрине экспонируется фрагмент интерьера — внутреннее убранство палатки первых целинников. По призыву правительства в кампании по освоению целины приняло участие до полумиллиона добровольцев. В основном это были молодые люди — рабочие, колхозники, студенты. К концу 1950-х годов целинные земли обеспечивали заготовку почти каждой второй тонны хлеба в стране. В центре экспозиции данного зала — герб Советского Союза, располагавшийся на фасаде здания Верховного Совета СССР в Московском Кремле. Серп и молот представлены на фоне земного шара в обрамлении золотых колосьев. Обрамляют герб — 15 лент с надписью «Пролетария всех стран соединяйтесь» на языке 15 республик Советского Союза. Герб символизирует суверенитет СССР, единство рабочих крестьян и интеллигенции, единение всего советского народа. В витрине представлены экспонаты, рассказывающие о выдающихся деятелях советской культуры 60-х-80-х годов XX века. Вечерний костюм и награды Аркадия Райкина, многолетнего руководителя Ленинградского театра эстрады и миниатюр. Кожаная кортка Василия Шукшина, в которой знаменитый актер и писатель снялся в главной роли в фильме «Калина Красная» в своей последней режиссерской работе. Выходец из Алтайского села, Шукшин писал рассказы, снимал кинокартины, исполнял главные роли в кино. 70-е и 80-е годы XX века стали эпохой расцвета советского спорта. Спортсмены и атлеты Советского Союза неоднократно побеждали на летних и зимних олимпиадах в первенствах Европы и мира. В витрине представлены свитер вратаря команды ЦСКА и сборной СССР по хоккею с шайбой Владислава Третьяка. Рядом находится платье троекратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной, выступавшей в парном катании. Экспозиция «Россия. 21 век. Вызовы времени и приоритеты развития», открытая на базе Музея современной истории России, это первый в нашей стране опыт музейной презентации новейшего периода отечественной истории с 1985 года по настоящее время. Открывает данную часть экспозиции видеофильм «Россия. 15 лет испытаний», посвященный событиям перестройки 1985-1991 годов, распаду СССР и становлению нового государства Российской Федерации. Всего за пять минут перед зрителем в документальных кадрах предстает целая эпоха, сложная и противоречивая. Документальная хроника рассказывает о ярких явлениях, событиях, процессах и исторических личностях последних 15 лет 20-го столетия. Важным событием эпохи перестройки стало введение поста президента СССР. 15 марта 1990 года на третьем внеочередном съезде народных депутатов первым президентом СССР в истории был избран Михаил Сергеевич Горбачев. В музее экспонируется комплекс предметов с торжественной церемонией инаугурации президента Горбачева. 12 июня 1991 года состоялись первые в истории выборы президента России, проведенные на основе прямого, всеобщего, тайного и равного голосования. Уже в первом туре голосования Борис Николаевич Ельцин собрал более 45 миллионов голосов избирателей, что составило 57% от всех принявших участие в голосовании. В июле 1991 года состоялась торжественная инаугурация президента. Центральным мультимедийным объектом экспозиции является интерактивная карта «Россия – Родина моя». Она содержит 17 информационных слоев с информацией об административно-церриторальном отделении нашей страны, в федеральных округах, городах-героях, городах воинской славы, городах с населением свыше 1 миллиона человек, народах и религиях России, а также об объектах, находящихся под охраной организацией ЮНЕСКО. В режиме онлайн можно узнать время во всех 11-часовых поясах России. Завершает экспозицию виртуальная лента новостей, разработанная на базе информационного агентства «Россия сегодня». Каждый день посетители нашего музея могут видеть, как события последних нескольких часов отходят в прошлое, становясь частью нашей с вами общей истории. На этом наша виртуальная экскурсия подходит к концу. Конечно же, я показал вам далеко не все. Для большего погружения в современную историю России приходите к нам в гости, будем рады вас видеть. С вами была программа «Музеемания» и я, Федор Кокин, старший научный сотрудник Музея современной истории России. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok